Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! Сегодня будем готовить можжевеловую настойку. Вот купил можжевельник, крымский, обыкновенный. Вот он в пакете. Скажу сразу противопоказание. Беременным нельзя его пить. Долго искал оригинальный рецепт настойки в интернете, но посмотрел и увидел, что есть в основном один вариант настойки. Это просто можжевельник на водке. Но мы сделаем чуть-чуть иначе. Вот три баночки. Соответственно, будет три варианта настойки на можжевельнике. Первый вариант – это просто можжевельник настойной на водке. Второй вариант рецепта – это у нас можжевеловая настойка под вкус джина. Для этого нам нужно тмин, можжевельник и кориандр. Третий вариант настойки – это чисто мой экспром. Для этого нам нужно можжевельник, ядра абрикосовой косточки, несколько штук, и немножко цедры лайма. Очень я люблю лайм. Начнем делать настойку. Сначала скалкой помнем ягоды можжевельника. Закладываем их в баночку. Заливаем в банку пол-литра водки. Закрываем крышкой. Встряхиваем. Второй вариант настойки. Это у нас 10 гад можжевельника. Буквально третьей ложки кориандра и третьей ложки тмина. Так же и в третьем варианте настойки мы берем 10 семян можжевельника и раздавливаем их скалкой. Все, засыпаем в банку. Итак, вот наши три варианта. Первый с можжевельником просто. Второй – можжевельник, кориандр и тмин. И третье – можжевельник, цедра лайма и ядра абрикосовых косточек. Все три варианта можжевеловой настойки я ставлю на две недели. В теплое, темное место, а потом уже добавлю сахар. Прошло три недели и наступило время процедить можжевеловую настойку. Теперь я добавляю сироп по 100 мл. Вот сироп. Делается сироп очень просто. Три больших столовых ложки сахара и также заливается до уровня 300 мл горячей воды. Добавил я сахар. Итак, в этой баночке у нас чисто можжевелая настойка. В этой баночке у нас настойка на можжевельники, кориандр и тминьи. В этой баночке мой эксперимент. Это настойка на можжевельники, цедре лайма и на косточках ядра абрикосов. Ну, я думаю, пусть в последующие пару дней отдохнет и потом уже продегустируем. И снова всем привет. Настойки все три постояли пару дней, отдохнули. Теперь настало время их продегустировать. Первым будем дегустировать настойку чисто на можжевельнике. На запах. Ну, пахнет такой пихтой елочкой. Приятно, очень интересно. Интересный, тонкий запах. Ненасыщенный, такой еле-еле тонкий. Ну, начинаем. Пробуем. Ну, вкус тонкий. Как и запах. Чувствуется елочка, можжевельник и все. Очень хорошо, думаю, с другом так съесть пол-литра выпить, нефиг делать. Очень хорошо. Так, второй вариант у нас настойки можжевельники на кориандре и тмине. Пробуем. На запах. Ну, тут, конечно, приводает. Вот сразу бьет нос можжевельник с кориандром вместе, как-то так. Не знаю, тмин почти не чувствуется. На вкус. Ну, вкус такой вот, что-то напоминает селезку. Не знаю, но вернется, из-за кориандра. Интересный. Ну, это лучше, первое. Так, третий вариант, это мой эксперимент. Здесь у нас можжевельник, цедра лайма и косточки ядер абрикоса. Пробуем. На запах. Ну, тут запах такой, знаете, насыщенный, более похож аптечный. Такого какой-то аптечного бальзама напоминает. Пробуем. О, тут вкус более сбалансированный в плане того, что он более ярче. Соединение можжевельника и цедры дает такое ощущение, что хочется его еще больше. Очень интересно, очень гармонично. Косточки не чувствуется вообще. Я думаю, они там даже лишние будут, если не чувствуется. Ну, очень интересно. Итак, мой вердикт. Первое место занимает то, что я придумал. Не хвалюсь, оно мне нравится. Второе место, это у нас просто можжевелая настойка. И третье место, это у нас под джин. Это с тмином и с кориандром. Ну, спасибо всем за внимание. Делайте эти настойки. Они очень просты. Бутылка водки, горсть разных травок и получится у вас настойка. Подписывайтесь на канал, вступайте в группы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok